И здравствуй, YouTube! С вами Зикза Хедж, и вы смотрите 14 серию летсплея на сервере Цвеллском сборки 1.6.4. Итак, по тому, что я делаю, как вы можете догадаться, у меня снова закончилась нефть. Ну, в принципе, ничего страшного, у меня достаточно недалеко от предыдущего месторождения есть еще одно. Собственно, вот сюда вот я его и присобачу. Собственно, учитывая то, что у меня теперь мои нефтяные вышки находятся на достаточно приличном расстоянии от моего дома, я использую Незер для того, чтобы между ними перемещаться. Собственно, вот я сделал такую вот штуку. Здесь надо сделать небольшую платформу, чтобы я не упал, если что. Таким вот образом мы ее построим. И, собственно, сделаем линкенбук в это самое место. Шлеп. И вот у меня здесь есть уже книжка в Незер, потому что это уже вторая нефтяная вышка, которую я здесь переставляю далеко от дома. Поэтому я уже подготовился. Итак, я сейчас ее запущу и вернусь. И, собственно, в плане Незера, вот здесь у меня находится моя книжка, которая ведет к нефтяной вышке. Давайте проверим. Да, отлично, все работает. И, собственно, я себе нашел новое жилище в Незере. Оно находится достаточно далеко от моего предыдущего. Я сделал это ради того, чтобы, собственно, найти место, где еще пока никто не побывал. Здесь много нетронутого кварца. И, собственно, здесь я постарался собрать все материалы из Tinkers Construct, которые я увидел. Это мне нужно было для того, чтобы сделать, собственно, свой бэш-бэш, свой топорик. Также я здесь поставил эндер памп, который, если быть точным, называется он эндер термик памп. Это блок из Extra Utilities, который, собственно, представляет собой насос для выкачивания лавы из Незера. В чем его прелесть? В том, что, во-первых, он сам загружает нужные чанки. Во-вторых, он является самым предпочтительным методом добычи лавы из-за того, что он очень слабо грузит сервер. Ему все еще требуется энергия. Он работает так же, как, собственно, обычный насос. Но вот разница в том, что он грузит чанки и на месте, где была лава, он ставит обычный камень. Таким образом, лава не течет и все у нас хорошо. Из всего этого поля у меня всего-навсего вот столько выкачано. Это все только по одной причине. У меня лава сейчас не собирается в цистерну или куда-либо-то еще. Она просто у меня уходит в печку из Тинкерс Констракта. Но я думаю, что я здесь еще, собственно, побегаю и соберу остальные ресурсы, пока у меня не было такой возможности. Но, собственно, вот этот вот эндер-насос мне будет нужен, когда я буду начинать заниматься индастрилом. А это, я думаю, что будет в этой серии. И, собственно, давайте пойдем домой. Посмотрим, как у нас обстоят дела со всем остальным. Так, что у нас здесь? Наши печки начали в себе собирать криозот. Это значит то, что наша цистерна заполнилась полностью отлично. Собственно, здесь у нас с нефтью тоже все отлично. И вот пошла новая. При этом у нас 664 ведра бензина. Что тоже, я считаю, весьма неплохо. Так, тут у нас все работает, тут у нас все хорошо и замечательно. Давайте по-быстрому проверим ферму. И я вам покажу, что я сделал в перерыве между эпизодами. Кроме того, что поставил эндер-насос. Я сюда, собственно, поставил еще одну двойную бочку, потому что от дерева уже спасения не было. Оно было везде. И печки... Я даже, собственно, поставил третью, как вы видели. Оно не может справиться со всем этим делом. Так, у нас, да, закончилось удобрение. Давайте дадим нашей ферме удобрение. Кстати, как-то себя очень странно ведет ферма из Билдкрафта. Потому что, как вы видите, у меня в руках саплинги. Лимонные. Откуда они у меня в руках взялись? Если бы я знал. По идее, она их должна запихивать в свой внутренний буфер. А, кстати, надо посмотреть, может быть, буфер у нее уже заполнен. И именно из-за этого она отказывается дальше работать. Нет, буфер свободный. Я, собственно, не первый раз уже такое за ней замечаю. Вот, как вы видите, я здесь бегаю. И, собственно, эти саплинги собираю. Периодически их собирают мои големчики, когда успевают до сюда добежать. Такое тоже бывает. Очень странно. Ну, не знаю. Я никогда не делал фермы из лимонных деревьев. Поэтому не могу сказать, так это должно быть или нет. И да, собственно. Что же я сделал в перерыве между сериями? Я достроил дом. Ну, как достроил? Я, собственно, спланировал еще в прошлый раз, как у меня чего будет. В этот раз я повесил крышу. Собственно, сюда. И повесил крышу во вторую комнату. И, собственно, сделал такой небольшой подъемчик на второй этаж. Где мы с вами будем творить магию. Или что-нибудь еще. Посмотрим. Ну, и, собственно, да. Вот здесь такая вот тоже небольшая территория. Подо что-нибудь. Возможно, все-таки под пчелок. Да, кстати, кто-то из моих подписчиков мне сделал комментарий на предыдущее видео. То, что почему я не занимаюсь пчелами ради энергии. Если честно, я, наверное, не очень знаю, как это делать. Потому что я не представляю, как из пчелы получить энергию. Пожалуйста, напишите в комментариях. Я почитаю и подумаю. Возможно, так и будет. Ну, собственно, вот. Нужно определить место, где мы с вами будем заниматься индустриал крафтом. Я думаю, что мне понадобится в районе 6-7 машин. Оттуда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Допустим, вот здесь можно поставить машинки из индустриал крафта. Даже вот так, наверное. В принципе, если что, мы их сможем продолжить по этой стене. И с этой стороны у нас будет какой-нибудь thermal expansion и все остальное. Так, надо подумать, где у меня будет генерироваться энергия. Я думаю, что я индустриал крафт буду запитывать, собственно, как он называется, геотормалками. Гео-сформал дженерейтор. Именно для этого мне нужна будет лава. Для начала нужно сделать какую-нибудь маленькую батареечку. Наверное, это будет бэтбокс. Я не думаю, что я сейчас могу сделать что-либо более сложное. Так, мне нужны три обычных батарейки. И изолированный оловянный кабель. Так, мне нужны для этого ножницы и тинплейт. Да, собственно, индустриальная, экспериментальная версия индустриал крафта, поэтому рецепты немного похожи на Грехтек. Нужен Форчхаммер. Ладно, давайте приступим к крафту. И будем посмотреть, как, собственно, что у нас получится в плане развития. И у меня дурит ноутбук. Очень странно себя ведет. Я, собственно, выглядел. О чем мы с вами говорили? Мы с вами говорили о том, что надо сделать бэтбокс. Так. А, ну да. Кусачки. Железо. Звук как-то странно обрывается, как вы слышите, я думаю. Ладно. Разберемся. Так, что там нужно было на молоточек-то? Две палочки. Еще нам нужны ножнички. Ну, я думаю, для тех, кто играл с Грехтеком, этот рецепт не вызовет каких-либо, как бы это сказать, удивлений. А для тех, кто не играл, я думаю, сейчас делает большие удивленные глаза. Да-да-да. Это все еще Индастриал Крафт. И он без Грехтека. Собственно, что мне не нравилось в Грехтеке? В Грехтеке мне не нравилось много непонятных машин, которые непонятно зачем существуют. Не столько, как бы, усложняют игру, сколько... Ну, не знаю, меня лично бесила ситуация просто. Так, мне нужен тинплейт, насколько я помню. С тем, что для того, чтобы сделать какой-то предмет, нужно построить какое-то неимоверное количество машин, которые еще и странно себя ведут, и странно работают. Ну, это мое личное мнение, вы можете с ним не согласиться. Я вас за это не виню. Так, три резины. Интересно, куда я, собственно, надевал резину? Где-то же я ее... А, вот она. Я же помню, что я ее собирал. Ну, возьмем некоторое количество. Там сейчас еще батарейки надо будет делать, там тоже наверняка нужны провода. Не исключаю, что бронзовые. Нет, тоже тин. А, еще вот такие штуки нужны. Мне нужно много-много тина. Кстати, не помешает его, наверное, даже не то, чтобы покопать. У меня он, по-моему, где-то был... Да, собран. Надо его поставить перерабатываться. Так, тинплейт. Раз, два, три, четыре. Это на одну батарейку. А, я получаю две. Значит, это на две батарейки. Так, и еще кабель, кабель, кабель. Еще два кабеля у меня есть. А, редстоун. Возьмем стек. Чего у меня опять? Занят весь инвентарь. Ужас. Батареечки. Кстати, наконец-то рецепт батарейки можно посмотреть в AI. Свершилось чудо. Мне это очень-очень нравится. Потому что раньше батарейку приходилось набирать вручную, если вы помните. Обновился мод NAPLUGINS, который, собственно, нужен для того, чтобы в AI показывались рецепты остальных модов. Ну, некоторых модов. Обновился он внезапно. Потому что, собственно, он начал крашить клиент при использовании с новой версии BuildCraft. Пришлось его очень оперативно обновлять. Так, остальное у меня вроде как должно было быть. Ладно. Ать. Ать. Батареечка. Отлично. Кстати, вы видите у меня слева сверху еще одну миникарту. Пожалуйста, не удивляйтесь. Мне она нужна для того, чтобы искать лаги на сервере. Эта миникарта называется MapWriter. Она является... Ну, в принципе, есть отдельный мод под названием MapWriter. А есть, собственно, вот этот вот мод, который... Опис. Который позволяет находить, что именно на сервере лагает. Так. Так-так-так-так-так. Батарейка есть. Дальше мне нужен геотермальный генератор. Для него совершенно точно нужен обычный генератор. Для этого нужна Iron Plate и еще одна батарейка. Тин-тин-тин. А, само собой, есть машина. Которая может делать... Ну, вот то, что я сейчас делаю при помощи кусачек и молотка. Которая может делать вот эти вот предметы. Называется она Metal Former. Очень прожорливая машинка. Мы с ней очень скоро познакомимся. Как только у нас появится хоть какая-то энергия. Более того, в этой версии Industrial Craft'а энергия передается все еще пакетами. Но немножко по-другому. Я вам, собственно, потом расскажу, как это делается. Так, чего я... Иногда у меня не получается одновременно говорить и делать рецепты. Потому что я начинаю тупить. Либо крафтить. Либо рассказывать. Особенно рецепты, к которым я не привык. Так, Iron Furnace. И еще три Iron Plate'а, да? Iron Plate'а еще три. Да, сделаем шесть. Будьте любезны. Так, генератор. Для того, чтобы превратить в геотермальник, две железных Iron Plate'а кейсинг. Так, и... Empty Cell. Ага, как раз нам нужен тинплейт в металлформере. По-другому я это дело не получу. Какая жаль. Ладно, значит, пока сделаем обычный генератор. Ага, мне еще нужны все-таки провода хоть какое-то количество. Я думаю, воспользуемся бронзовыми проводами, как обычно. А не бронзовыми, а медными. Думаю, ничего в этом страшного не будет. А, и вот, собственно, вы видите информацию о нашем Forge Hammer'е. Здесь написано, что у него осталось 42 использования. Его, как сказать, прочность. 42 из 82. И написано, что он из моды Industrial Craft. Это, собственно, мод под названием Vyla. What am I looking at? На что я смотрю. Если кому-то интересно, спросите в комментариях. Я вам напишу, как этот мод называется и где его, собственно, взять. Если вы не смогли понять, что я сейчас сказал. Собственно, я могу это дело написать. Возьмем еще резины. Я не знаю, зачем мне сейчас такое количество проводов бронзовых. Ну, тьфу, бронзовых, медных. Но пусть будет, опять же. Так, кстати, эта книжка мне, наверное, больше не нужна. Я ее сброшу вот сюда. Такой сундучок для вещей, которые, с одной стороны, относятся к Мисткрафту, с другой стороны, просто не нужны. Когда игроки меня просят сделать новый мир, я, как правило, здесь подготавливаю необходимые для этого вещи. У нас в онлайне сегодня только Морикс и я. У Морикса, скорее всего, закончились капсулы, поэтому дождик он не выключает. Да ладно, ничего страшного. Так, вопрос. Копать подвал или не копать подвал? Как вы знаете, как только я начинаю копать подвал, у меня вся инфраструктура перемещается вниз. Но, с другой стороны, мне здесь нужна будет какая-то генерация энергии из билдкрафта и много еще чего. Поэтому, наверное, имеет смысл прокопать подвал. Но это я сделаю немного потом. Пока что я вот сюда поставлю геотермалку. А я подвал. Генератор. Пока еще генератор. И скормлю ему чаркол. Сюда я поставлю батареечку. Она все еще отдает 32U на тик, что не может не радовать. Сделал я это неправильно. Так, мне нужен, кстати, ключик. Из Индастриал Крафта. Кажется, нет, Форестри, Андрео, Билдкрафт, Арсмейджика, Индастриал Крафт. Это электрический ключик, вот обычный. Так, мне нужна бронза. И я сделал себе ключик и поставил делаться еще немножко бронзы. Заберем батарейку, потому что все-таки провода нам нужно пускать понизу. Почему понизу? Потому что можно еще сзади или никак. Так, кстати, мне интересно, работает ли здесь штука, которая работала в Индастриал Крафте и отменилась Грегтеком. Да, работает. Отлично. У нас пошла энергия. И мы сюда присоединим провода. Без зазрения совести. И не беспокоить, что у нас что-то взорвется. Первые, собственно, два компонента, которые я хочу построить, это, наверное, экстрактор. А, хотя нет. Первое, что я хочу сделать, это заменить двигатель, поэтому мне нужен металлформер. Прямо сразу вот так вот. Надеюсь, что у меня хватит на него ресурсов. Так. Простите, YouTube, я буду в этой серии бегать туда-сюда между домами. Потому что ни о каком переезде пока речи не идет. Мне сначала нужно все подготовить в новом доме. Я, пожалуй, все-таки буду заниматься переездом не в процессе записи, потому что, наверное, это будет не очень весело. Так, Toolbox. Ага, Bronze Item Casting. Bronze, 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 Bronze. Хорошо, что я сюда, собственно, поставил делаться еще бронзу. Хватит ли мне, интересно, 15 штук? Ура, дождь закончился. Пять мне нужно и сундук. Мне их нужно два, поэтому и сундука нужно также два. Два сундука. И десять. То есть это пять кусочков. Четырнадцать раз его можно еще использовать. Так, две таких штуки сделали. Они не стакаются, но, естественно, они не стакаются. Кто бы мог подумать иначе. Iron Plate у меня есть. Провода у меня и есть. Один Electronic Circuit. Вот в такие моменты мне очень не хватает Applied Energistics. Потому что... Очень не люблю я крафтить Electronic Circuit. Это еще один предмет, который я все время забываю, как должен крафтиться. Точнее, как он не должен крафтиться, а как он крафтится. Машинблок. Так, и теперь вот эти странные штуковинки. Коппер-кабель, неизолированный. Коппер заканчивается. Коппер, коппер, коппер. И руда коперовая заканчивается. Ладно. Пожалуй, сделаем вот так. Перемалывайся. А здесь ты готовься. Бронза у меня есть. Так, коппер. 21. Не знаю, почему 21. Так, сначала расплющить. И закончился мой замечательный молоточек. Как он там делался. Ага, из железа. Раз, два, три, четыре, пять. Что, в принципе, логично, потому что пока я не получаю молоточек, мне нечем сплющивать слитки. Ты чего сюда не хочешь? Стекаться. Молоточек. И, собственно, добьем, я думаю, наши медные инготы, наши медные слитки. И порежем. Нам нужно 2, 4, 6, 8 на 1. И еще нужно 2 по 8. 24 штучки. Отлично. Так, а что там нужно было в серединке? Кусочек железа. А, здравствуйте. Что за логи? Ай-яй-яй. Как вы догадались, я опять вылетел. Что мне нужно было? А, железо. Три штуки. Делаем наши катушки. И делаем наш металлформер. Опять он не хочет делаться. Или у меня чего-то... Да нет, вроде все есть. Странно. Ну ладно, сделали металлформер. Мы делали геотермальник. Ага, вот что нам нужно. Тимплейт. Одна. Есть такое дело. Привет, бабочка. Странная бабочка, вроде ночи она не спит. Так, тут надо дуть... Нет, ничего не закончилось. А, у нас заполнилась наша батарейка. Так, металлформер. Вот он медленно наполняет свой буфер. Потому что жрет немеряное количество энергии. Так, в каком режиме, кстати, нам нужно делать? Extruding. Extruding. Rolling. Или cutting. Extruding. Да. Делай свое грязное дело. Очень не хватает оверклокеров. Но в любом случае, сейчас я оверклокер сделать точно не могу, потому что для него нужны те же самые ячейки. Так, три штуки у нас есть. Ну, кстати, собственно, делай-ка. Вдруг все-таки сделаем пару оверклокеров для того же самого металлформера. Надо придумать какой-то способ телепортирования между домами, я чувствую. Или все-таки дождаться, пока я перееду. Пока не знаю, что будет лучше. Так. Четыре стекла, во-первых, нету. А стекла вообще нету. Я, собственно, весь свой песок перевел на чистое стекло. И есть у меня ощущение, что у фермы сейчас песка тоже не очень много. А, нет, два стека есть. Отлично. Один стек можем без зазрения совести перевести в обычное стекло. Потому что думаю, что наша печка сейчас здесь сидит и скучает. Так, стекла мне нужно всего четыре. Поэтому не буду ставить на паузу. Три есть. Давай-давай-давай, еще одно. Давай-давай. Есть. А. Хе-хе. Генератор. Я совсем опять про него забыл. Я же его использовал. Стало быть, надо сделать новый. Я запомнил рецепт батарейки. Какой ужас. Какой ужас. А вот рецепт железной печки, естественно, не запомнил. Iron Plate. Пять. У меня есть две. Так, и каких-то там еще три нужно было. Еще три Iron. У меня есть две. Тьфу. Генератор. МТСЛ. И что там по краям-то? Iron Item Casing. Геотормальник. Отлично. Так. Я вот думаю, взять мне... Да, наверное, пока мне печка из тинкерса не очень нужна. Я, пожалуй, заберу ее отсюда. Наш эндертанк. Славой. Кстати, пока я здесь ношусь, что бы не включить генератор. Пусть пока вырабатывает энергию. Еще ниже. Триозота уже не очень мало. Какое-то время он протянет. Ну, а сдохнет, так и сдохнет. Да. Бойлерушка. Отлично. Бойлер запущен. Так. Я вот думаю, как мне лучше сделать. Мне, наверное, имеет смысл поставить геотермалку, а генератор поставить рядом на случай. Это какой-то кошмар. Официально объявляю эту серию серией вылетов. Есть у меня ощущение, что на самом деле еще какие-то проблемы у моего хостера. Потому что последняя ошибка при входе о том, что он не может аутентифицировать мое имя пользователя. Либо опять Mojang дурит. Не знаю. Так, геотермальник. Куда бы нам его присобачить? Да, собственно, давайте его присобачим пока вот сюда. А там будет видно. Откуда ему можно, интересно, кстати, подавать лаву? Я уже все забыл. Попробуем сверху. Понимаете? Ура! Ну, собственно, здесь все полное, поэтому он будет накапливать свой внутренний буфер. А мы пока посмотрим, как нам сделать следующую батарейку. По классу я имею в виду, называется она CSU. Это то, что раньше называлось MFE. MFE здесь это то, что раньше называлось MFSU. А MFSU здесь это просто... Я даже не знаю, как это назвать. Очень большая батарейка. Так, сульфур. Ганпаудер в экстракторе. Так, надо сделать экстрактор. Все равно он мне понадобится. И, наверное, компрессор. Сделаю-ка я, пожалуй, то и другое. Так. Экстрактор. У меня заканчиваются провода. И резина. Чувствую, надо запустить ферму резиновых деревьев. Если уж я начал заниматься индустриалом, резины понадобятся, естественно, немало. Так. Redstone. И два Chigoto. Тьфу. Два Redstone, один Iron Plate. Так. Есть у нас платка. Так, Basic Machine, Iron Plate. Надо все-таки подумать про автокопание. Каждый раз, когда я начинаю об этом думать, у меня случаются, ну, не то чтобы колики. Потому что я, если честно, понятия пока не имею, как же я все-таки хочу здесь сделать автокопалку. Я думаю, что-нибудь придумаю в итоге. Собственно, что у Tunnelbore'а из Railcraft'а, что у Tunnelbore'а из Steve's Cards, есть одна и та же проблема. Непонятно, каким образом к ним потом бежать. То есть, в принципе, по рельсам это понятно. Но, во-первых, им нужны для этого рельсы в большом количестве. А, во-вторых, непонятно. А, с каждой новой итерацией, когда они пойдут копать дальше и дальше, выбрасывая свои предметы, они будут тратить все больше и больше времени на то, чтобы доехать до места, где они еще не копали. Так что, вот тут вопрос такой щекотливый. С одной стороны, мне хотелось бы это сделать на них. А, с другой стороны, я пока не представляю, какие трудности могут возникнуть на моем пути. Я думаю, мы, конечно, в итоге все это дело разрулим как-нибудь. Но для этого мне нужно сначала попробовать построить какую-нибудь могучую схему в синглплеере. А то будет обидно. Так, это я, наверное, зря сделал отсюда. Забрал последний камушек. Так, печечка. Отлично, ты освободилась. Зажарь ко мне немножко. Даже вот так, наверное. А стекло можем бросить сюда. Гладкого камушка. Так, семь. Мне вполне себе хватит. Компрессор. Компрессор, экстрактор есть. Надо это дело поотключить. Не знаю, построите, что ли, маленькую-маленькую железную дорогу. Хотя, наверное, это бред. Бежать в районе, наверное, сколько? Ну, 20 блоков. Или около того. Так. Здесь прорубить пол. И положить сюда проводочек. Экстрактор. Энергия у них есть. В этой версии индустрия крафта, индустрия, господи, энергия распределяется в зависимости от машин. То есть, сначала вся энергия идет в металлформер, потом вся энергия идет в экстрактор, и уже потом вся энергия идет в компрессор. То есть, если у вас, допустим, отсюда выходит, там, ну, предположим, 128 EU, сначала будет полностью заполнен этот буфер, потом этот, потом этот. Если же мы будем с вами что-то делать в металлформере, вот эти вот машины при всем при этом, естественно, свой внутренний буфер оставят, но если мы их запустим, то энергии к ним поступать не будет до тех пор, пока металлформер не закончит свою работу. Таким вот образом здесь это работает. Мы, конечно же, можем увеличить внутренний буфер, мы можем, и даже, скорее всего, должны будем сюда поставить трансформер апгрейд, чтобы наши машины принимали ток больше, чем 32 EU. И, как второй вариант, можно еще поставить батарейку с другой стороны провода, чтобы она отсюда также все это дело выдавала. И более того, если мы сюда поставим, кстати, вторую батарейку, подключим к этому же проводу, ток там будет уже не 32 EU, а, не поверите, 64. И наши машины имеют все шансы, собственно, подорваться. Так, компрессор, нам нужна CSU. Сульфур. Ганпаудер в экстракторе. Нужно нам их 3. Ну, давайте посмотрим, есть ли у меня 3 пороха. А если что, пойдем в Незер искать серные облака. Или пойдем искать криперов ночью. Ну, не ночью, криперы любят ходить утром. Хотя я очень надеюсь, что у меня все-таки имеется... Что у меня имеется? Порох. Да, а, нет, это не он. Есть, ура! Мне нужны 3 штуки. У меня есть 5, даже запас. 3, 3. Так, и много бронзы. Вовремя я бронзу-то наделал. Так, 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 так. Так, делаем пластинки. Так, нужно 10, 15 нужно пластинок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 15 не получится, получится 16. Ну, ладно. 16 пластинок. Так. И проводов. И LED-даст. Ох ты. Да ладно. Я что, никак по-другому не могу сделать LED-даст? Могу. Кстати, а нету ли у меня ее? Какая жаль. Ну, ладно. Придется немножко перемолоть. Ну, золотишко. Еще одна. Спасибо. Так, провода, провода. Проводов есть 12. Думаю, что, наверное, хватит. Ну, чего тебе не хватает опять? LED-даст. А-а-а! Какой я молодец. Я забыл. Кстати, компрессор или экстрактор был нужен? Экстрактор. Я забыл извлечь серу из пороха. Кстати, можно это было сделать при помощи NDR.io. Ну, ладно. Будьте любезны. Заработали генераторы потихоньку. Странно, мне казалось. А, да, вот они. Так, процесс не быстрый, поэтому я дождусь пока, собственно, у меня извлечь что-то серо и вернусь. И поехали. Ура! Три хреновины. Ммм, так это продвинутая батарейка, оказывается. Какая прелесть. Так, еще пять бронзовых пластин и один кабель. У меня все это есть. Понятно. Пять с батарейками. Та же самая беда. Неудобно. Кстати, не исключено, что Applied EnergySix тоже не захочет работать с такими рецептами. Это будет грустно. Так, у меня есть CESU. Мне еще, кстати, нужен, как он называется, LV-трансформер. Или оставить батарейку. Оставлю-ка я пока батарейку. Такой будет странный трансформатор. Собственно, в итоге мне в любом случае придется делать трансформатор, если я буду, а я буду, разбивать свою энергетическую сеть на, скажем, как минимум две составляющих. Это будет низкий ток и средний ток. Убираем отсюда проводок. И убираем отсюда несчастную батарейку, хранящую в себе эх, 40 тысяч ию. Так, ключ не тот. Ну ладно. Невелика потеря. И-ть. Сюда поставим батарейку. А сюда поставим вторую батарейку. Так, это я молодец. Это я все правильно сделал. Только батареечка не та. Сюда badbox. Сюда CESU. Как бы это сделать так, чтобы она встала правильно. Фу, гравий. Так, вроде все работает как надо. Вернем сюда кабл, а не гравий. И вернем на место пол. Отлично. Наш CESU набирает в себе энергию до 300 тысяч. И у нас еще есть маленький буфер в виде батбокса, который себя держит 40 тысяч ию. Я считаю, что мы с вами неплохо поработали в этой серии. И увидимся в следующей. И что, до новых встреч. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...